всем привет сегодня поговорим о восстановлении пластика нижних частей скоростных автомобилей это porsche нижние губы бамперов бампера красится отдельно эти штуки были в заводском пластике то есть как бы структура но не совсем структура такой хороший пластик приятный на ощупь скорость и время делать с этим пластиком просто страшные вещи к сожалению не успел заснять те какими они были но представьте что вот это вот что осталось крупное это было вот этот весь низ такой вот эти все части задние убиты они перечуханы наждаком 120 180 220 и 320 убран весь ворс них который от наждака шелушился ничего не шпатлюется принципиально ничего не грунтуется грунтом наполнителем принципиально потому что вот эти все шпатлевания грунтования таких элементах они чреваты откалыванием очень быстрым и что это все снизу будет светиться поэтому вот этот допустим самый крупный скол он так и остается таким самым крупным его как бы видно там под клипсой не будет а его сейчас нашпатлюешь если там будет обмываться это будет сильно заметно какие есть варианты окраски этого пластика грунт по пластику структурная окраска для пластиков для бамперов ну такого рода это образец взял окрашиваем получаем неплохой внешний вид из минусов на нем зависает грязь сложно отмывать довольно таки легко лущится крошится камнями то есть прямые удары в этих местах она слабенько держит на себе эта краска она будет колоться будет шелушиться будет замываться грунтовать черным грунтом покрасить цвет кузова вариант но сразу тут поколится прям буквально через сотни километров на хорошей скорости единственный вариант который есть и он по моему мнению самый правильный это двухкомпонентный грунт для пластика именно двухкомпонентный и раптор черный накатаем его так чтобы он был первый слой припыльный второй слой в залив нормальная сушка и разложим эффект до того состояния до которого требует клиент то есть это можно сделать его как глянцевым таким матовым крупные структуры так и мелкой россыпью то есть с ним можно сделать что угодно после двух недель извиняюсь после трех недель раптор три недели полноценно сохнет здесь получить сколы сильные будет фактически невозможно да будут мелкие если он будет глянце оставаться будет как матовость видна от ударов камней но глобальных сколов так чтобы в пластик выдирала на рапторе не получить уже будет или вообще так такие пробивы что там пластик будет мяться или это просто будет от раптора все дело хорошо отскакивать по подготовке по наждакам уже сказал теперь надо заклеить вот эти вот луночки скотчем хотя бы примерно чтобы не засыпать максимально не засыпать там раптором количество этих отверстий потому что это вся крепежка ну тут допустим большие пролеты там сзади надо закрывать это дело все обезжирено уже наносится смешивается грунт по пластику в один слой у него тут задача им надо дать хорошую адгезию он сушится и наносится там два в три слоя сколько уже необходимо раптор то есть вот наносилось все с дюзы 1 и 7 это грунтовочник ну минут 10-15 круг в общем как все пятна которые глянцевый остаток доливал помотовеют еще плюс пять минут и можно работать любым типом материалов которые как бы необходимы у нас тут раптор в этом случае процов пластик грунт точнее по пластику на пластике теперь берем вот такую елочку с оголовскую я как-то пару раз показывал его это манометр который отбирает редуктор точнее давление в бачок ду из тонкой регулировкой только чуть не пойму умели выдают вот такие звуки не знаю почему я уже давление сбросил входящий до 3 а он все равно если тут накрутить тепловоз включается если тут закрутить там прекращается само собой ну не знаю в чем прикол мало работает короче в бачок чуть поддувает настраиваем так чтобы удобно по скорости нам устраивала нас и первый слой такой присыпной тепловоз а 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 получаем вот такой эффект почему не взяли в первый слой хрен его знает что там снизу с ворсом может происходить хотя его в принципе нет после 320 ну такое то есть присыпали оставили минут 10-15 пощупали что там происходит с ним второй будет в разлив прям такой чтоб затянутое было фикс с ним какая будет шагрень смотреть надо можно разбавить потолще положить но надо именно разлить чтобы создать цельную затянутую пленку а уже эффектный слой надо не надо раскладывать это дело каждого можно рассыпать распылить можно что можно еще в залив один сделать но тоненький это уже именно эффект то есть то что мы должны получить он уже смотрится неплохо надо ему дать высох будет прикольненько пробуем покрытие высохла теперь наливаю мокро единой пленкой и но и 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 После нанесения в таком виде закрытом это дается нормальная защита и целостность будет хорошая у покрытия я переобуваюсь в дизу 1.3 голова HVLP развожу примерно 30% что у меня осталось и сейчас факел на полную подача на полную давление единичка прохожу и делаю вот такое такое надо будет сделать 2 раза сразу меняется визуальный эффект я не хочу Если так и оставить Блеск чуть-чуть уйдет Станет чуть мотовее, когда полноценно высохнет Но я сделаю еще один такой же проход Чуть-чуть просыплю Будет довольно-таки симпатично и красиво Посмотрим на вчерашний результат Так вроде все красиво Но я сейчас покажу, что я буду переделывать Сейчас утро Прошло 11 часов По времени простое делали в ночь Все хорошо Но у Раптора есть один прикол Его назначение Он все-таки в густом состоянии наносится С шагренью с высокой Когда наносил из дюзы 2.0 под давлением Скатываются все равно Собираются катышки Я их так собирал на первом слое Но вторые тонкие были Они их не пересыпали Что я сейчас делаю Раптор в принципе сухой Я вот уже пробно поподтирал Беру файн Делаю именно на катышках Вот так То есть я их растираю Потому что так оставлять Знаете Не тот автомобиль И не так уж сложно Доделать Я их видел и на первых слоях Но я думал Знаете Уберу их Они чуть подрастянутся И сверху она пересыпается Нет Не пересыпалась Поэтому я нанес Вот один слой Такой припыльный Еще чуть-чуть просыпал Вижу Что ничего там не происходит В нужную мне сторону Я оставляю спокойно Бросаю И ухожу отдыхать Все равно ему надо было бы сохнуть Вытащить вот этот вариант Плевка Невозможно А катышки эти собираются Сами по себе собираются В бачке В бачке Может что-то с дюзы Хотя дюза была чистая Отпрыгнула Но Есть такой прикол у Раптора Никуда от него не деться Хотя и через фильтрующую воронку Все пролито было Ну да ладно Сейчас опять так же Дюза 1.3 Просыплю То что мне Осталось доделать Все равно так не нужно положить Припылить два последних слоя И будет все красиво Я такое заметил неоднократно у Раптора Ну что Осталась финишная прямая Я все промотывал Файлами прошел Обезжиривать ничего не надо Продуваем Протираем липкой салфеткой Вытираемся И можно окрашивать Ну само собой Если не было никаких грязных Дел Таких Жирных Я еще раз проверяю Может где-то что-то досереть Потому что смотрю Тут как будто Вот где мусор был этот Я его убирал иголкой Как будто Какой-то кратерок Ну сейчас все повытираю Посмотрю Может надо тирануть Так Повторяем последние Скажем так Процедуры По проходу Дюза 1.3 Опять Разбавлено 25% Если мне надо будет На последний слой Еще чуть разбавлю Чтобы более мелкую муку положить И сейчас путем просыпания Я делаю Такой мокрый Хороший слой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Давление 1 Подача на полную Факел по факту Как надо Наливаю То есть насыпаю Чтобы ушло само Как бы В залив Получается мокренько 15 минуточек Оно подсыхает Чуть-чуть Помотовеет Тут уже начало Мотоветь И повторяем процедуру До того состояния Пока нам Будет Нравиться И все равно Даже с дюза 1.3 Уже через 125 микрон Просеянный фильтр Сейчас покажу Короче Вот соринка Видно? Вот она Эта фигня Образовывается В самом Рапторе В бачке С этим сделать Ну как такового Ничего И чем больше дюза Тем больше размера Вот эти вот Хреновины Могут через дюзу Пройти Ну это единственный Из минусов Раптора Но количество плюсов У Раптора При такой обработке Как бы перекрывает Вот эти вот мелкие Точечки Которые образуются Он уже начинает Подсыхать Видно Что мотовеет 15 минут Слой Подсыхая Он разравнивается Становится Симпатичным Таким Красивеньким О господи У меня вот это Знаете Так прохожу Как такая сорина Думаю Откуда? Ёлы-палы Повторяем процедуру То же самое делаем Выносим на солнышко Сохнуть Сие делу И смотрится Красиво Прямо Очень красиво И сразу Уже незаметно У тех Микро Микро Образований Которые были Эффект Офигительный Эффект Как бы Вот так вот Структура Выглядит Если ее положить Изначально Но просто Структура Не имеет Такой крепости Которую имеет Раптор Классно Результат Классно Самое главное Что недели Через три С этим покрытием Уже что не делаем И будет все пофигу Только кирпичаки Которые Или гвозди Так что Пластик уже рвать Вот это его Убьет А так Можно давать На работу гарантии Шпатлевки нет Нигде Грунта Нет Никакого Которая будет светиться Если даже Что-то где-то Отодрать Именно проколупать Там будет черный Пластик Снизу виден Эти штучки Снимаем Там Подкрепухи По крайней мере Никаких проблем Быть не должно Все залезет Все По времени работы Сан Сколько ты их зачищал Полтора часика Полтора часика И я Я засекал полчаса Одна Одна Я понял Ну так это ты выдра Я понял Да И я еще Минут сорок Доработал с ними Ну и нанесение Не считаем Что я наноши ставил Просто Это время такое Моё Мой косяк Как бы Надо было Как-то подумать Может сразу С дюзы 1, 3, 1, 4 Брать Но я захотел С дюзы потолще Навалить Знаете Хотел сделать лучше Получилось Как обычно Ну в общей сложности Сколько? Часа 4 Да? Вся работа То есть покрасочкой В отдачу Грунта у меня ушло 100 грамм Я сюда распылил Раптора Я сюда завалил Первый раз Разводил 180 И сейчас Развел 150 Еще пропылил Там чуть-чуть Вылил Выбросил Такие вот расходы Результат Огонь Всем пока Продолжение следует